На часах 13.07 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлиева. У меня сегодня в гостях депутат областного законодательного собрания, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, здравствуйте. Насколько я знаю, у вас очень сложное расписание, и вы согласились прийти пожертвовать обедом только для того, чтобы поздравить слушательниц с наступающим 8 марта. Ну, наверное, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, там лукавство некоторое, может быть, с моей стороны было, сказав, что у меня там такой плотный график всегда. Думаю, что политики, тем более, которые работают в публичном поле, должны находить время для того, чтобы ответить на вопросы, открытые в прямом эфире, которые... А поздравить женщин с наступающим 8 марта – это вообще дело святое. Так что я, если позволите, в конце нашей встречи все-таки вот это озвучу. Хорошо, минутку выделим. Небольшая информация для слушателей. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте эхакирова.ру. Номер для ваших смс – 8909-720-101-0. Вы также можете задать вопросы через форму анонсов на сайте эхакирова.ру. А мы начнем. Вначале мне хотелось бы обсудить прошедшее пленарное заседание, но, наверное, не столько само заседание, сколько выход из фракции «Единая Россия» Василия Сураева. Ваш коллега, как вообще на уровне фракции отреагировали на этот поступок вы лично, ваши коллеги? Вообще такое веселое пленарное заседание было. Началось оно с очередного заявления Валерия Николаевича Турула о снятии полномочий отставки спикера парламента. Это уже второй. Поэтому, думаю, никто не удивился особо. Да, это уже так вот привычно. Я думаю, что и в следующий раз это будет. И да, запомнилось еще такой ярким, наверное, поступком Василия Павловича Сураева, который в начале еще пленарного заседания взял слово «в разном». То есть он еще в начале, еще до голосования, замечу, пленарном, там, он же ссылался на то, что посмотрел, как депутаты фракции «Единая Россия» проголосовали и принял решение. Ну, вот он принял решение, по моему ощущению, еще в начале пленарного заседания, когда взял слово «в разном». Хотя он все прекрасно знал, вот если хронологию немножко соблюдать, то закона, который внес Василий Павлович, я, во-первых, сразу оговорюсь, что лично я поддерживаю его закон, то, что он вносил. Единственное «но» есть. Когда это федеральный закон принятый, нам необходимо свое региональное законодательство привести, условно называются «золотых парашютов», хотя никакие там золотые парашюты в Вятке, в Кирове, это женихов меня тут, это самое, улечит немножко, не в том, в Кирове, в Кировской области могут быть. Тем не менее, закон нужный, но нужно пройти все этапы. Дело в том, что Василий Куприянович, разработав и вынеси его на обсуждение, сначала консультировался с губернатором, затем было решение создать комиссию, которая, потому что это касается внесения изменений в ряд законодательных актов региональных и еще в ряд нормативных актов муниципальных. Потому что дальше идет уже следующее звено, это муниципальные служащие, главы районов и так далее. Соответственно, нужно было всю ситуацию, по-первых, изучить, посмотреть, а что сегодня творится на муниципальном уровне. И вот комиссия, когда заседала, я был приглашен, я был участником этого совещания, и было поручение, то есть накануне пленарного заседания мне протокол пришел с поручениями. Первое из поручений было правительству Кировской области в лице Береснева Романа Александровича направить соответствующие запросы в прокуратуру, выяснить у надзорных органов по данному законопроекту. Там есть определенные нюансы. И второе поручение было Ивонину Алексею Максимовичу от лица законодательного собрания за разъяснениями обратиться к законодателю, потому что там тоже есть в самом федеральном законе некие противоречия, которые вызывают сомнения во времени. Первая и вторая статья не согласованы. Поэтому нужно было нам понять, на кого это распространяться, на те, кто был главами, допустим, или кто сейчас является главами. То есть есть там нюансы. В том числе третье поручение было конкретно Ассоциацией муниципальных образований, в которой я работаю директором, изучить на сегодня практику, что происходит у нас с уставами в районах. На это нужно время. Я всегда говорю тем, кто немедленно требует от Ассоциации каких-то действий, завтра дайте нам анализ, очень непросто все наши муниципальные образования обзвонить, узнать, проанализировать. Это нужно время. Для того, чтобы собрать правление Ассоциаций и выразить мнение, согласованное с всех главдом, допустим, тоже необходимо время, потому что люди приезжают из районов далеко. Потому, когда мы с Василием Куплиановичем разговаривали, я ему честно сказал, что Василий Куплианович, в данном случае, если закон будет вноситься, а я узнал накануне буквально пленарного заседания, что Василий Куплианович все-таки вносит его, я не могу его сейчас поддержать, возможно, я проголосую, воздержусь. Значит, в дальнейшем мы продолжим работу, и, как требует закон, нас закон-то не торопит. Мы можем принять в марте, в апреле этот закон. Он существенно не влияет, этот временной контент ни на что. Ну, все объяснил, и, честно говоря, думал, что этот вопрос снят. А во фракции как-то обсуждали этот закон? Конечно, конечно. То есть, есть ли по нему какое-то решение? Естественно, не только во фракции. Этот закон обсуждался на Конституционном Совете. Во-первых, он обсуждался всегда, те вопросы, которые выносятся на пленарные заседания, обсуждаются на Совете Думы, да, куда входят руководители комитетов, и Василий Куплианович, конечно же, он входит в Совет Думы, где обсуждался этот также вопрос о внесении, где приводились аргументы, что только что начала, вот буквально неделю отработала комиссия, как бы нет никаких еще наработок, а мы уже несем этот закон в законное собрание, давайте подождем чуть-чуть. То есть, как минимум, он мог ожидать, что не поддерживал? Он точно знал, что ожидал. Потом, после этого Конституционный Совет, который рассмотрел эти законы, которые вносятся наиболее активные, такие актуальные законы, то же самое было мнение, что куда мы бежим-то, давайте все мнения посмотрим, потому что это, еще раз говорю, касается ни одного нормативного акта, там много, значит, и муниципальных актов в том числе. А затем фракция, фракция Единая Россия, которая также этот вопрос, Василий Куплианович был приглашен, потому что он являлся на тот момент членом фракции, приглашен, но он не пришел на заседание фракции, соответственно, понимал, что фракция не поддерживает, потому что какой-либо новостью для него, скорее всего, наше мнение не было. И на комитете в том числе, я же член комитета по законодательству, местному самоправлению, высказал свое мнение, также открыто, и голосование на комитете большинством голосов не поддержало вынесение этого вопроса на пленарное заседание. Тем не менее, Василий Куплианович внес, но это право каждого депутата можно с голоса вносить в повестку, включать, то есть он использовал свое право, он этот закон вынес, он получил то, что, может быть, он и ожидал, а дальнейшее, вот, его политическое заявление, выход из фракции... Ну, понятно, для него это новостью не было, а для вас стало новостью, то, что он решил выйти из фракции? Да, для меня, честно говоря, для меня новостью было выход из фракции, Василий Куплианович, значит, это такой серьезный политический шаг, и еще, что меня более всего, скажем так, задело, это сложение полномочий председателя комитета на сегодня, там, Василий Куплианович, на мой взгляд, очень органично вписывался в работу законодательного собрания, как председатель комитета по законодательству, он грамотный, достаточно юрист, человек, на мой взгляд, взвешенный, и он вел заседание всегда аргументированно, грамотно, и уход его, ну, конечно, особенно остается у нас немножко времени, там, работы этого законодательного собрания, ну, наверное, может быть, чрезмерные эмоции, допущенные, не знаю, но для меня это было неожиданно. Поговорим еще немного о Единой России, о внутрепартийных выборах, начали уже регистрировать первых участников праймерис, но вот, судя по звонкам слушателей, некоторые уже начинают путать праймерис и те выборы, которые должны пройти только в сентябре. Вот Единая Россия тут не перестаралась с анонсами от всенародных выборов, избирательных участков, чтобы все приходили? Да я вот, честно говоря, не ощущаю какого-то перебора или там чрезмерных анонсов предварительного партийного голосования. Часто бывает в районах, ну, вообще тишина, в городе тоже не особо видно, кому конкретно вот этот информационный вал, повод, может быть, сильно поредил, не знаю. Да, Единая Россия впервые на территории Киевской области, надо сказать, проводит предварительное партийное голосование по такому типу, когда задействованы уже и избирательные участки, и любой избиратель, не только член партии или сторонник партии может прийти и выразить свою позицию по тому или иному кандидату. Впервые мы такое проводим, расширенное. Мы не знаем еще, как получится, я тоже сомневаюсь сильно. По ощущениям, как вообще вот эта модель сработает? Не знаю, надо пройти. То есть я всегда, может быть, даже в какой-то мере экспериментатор. Поэтому мне нравится посмотреть, что из этого получится. Навредит ли это кому-либо? Не знаю, если это навредит, то навредит только партии. Больше-то никому это не навредит, потому что мы ведь не приглашаем другие политические партии участвовать, соответственно, не приглашаем их сейчас в диалог какой-то там, затем вот диалог, затем, когда пойдет избирательная кампания, когда люди выберут наиболее, наверное, подготовленного кандидата по своему округу в списке и так далее. Тогда, да, потому не знаю, кому это может повредить, не представляю. Сама партия может в конечном итоге получить какие-то минусовые бонусы. Там сказать, что придет на партийное голосование очень много людей. У нас партийное голосование будет 22 мая. 22 мая в Кировской области продолжаются посадки. Там на севере, так и не только еще начинаются области, там на юге уже заканчиваются. То есть вряд ли прям будет волна людей? Если придет, ну, по моим ощущениям, 15-20 процентов, это много. Это значит, действительно, информационная партия постаралась, поработала. Все-таки это наша самая крупная польчевская партия, в которой есть везде подразделения в каждом районе, в каждом муниципальном образовании. Сегодня и у партии «Единая Россия» есть возможность работать с людьми, продвигая свои какие-то идеи, своих кандидатов. Ну, то есть 15-20 процентов можно будет считать, что модель прям удачно сработала. Да, я считаю, что если придет даже 15 процентов, это очень здорово. Это, ну, мае, 22-го мая. Это здорово. И вот я еще немножечко тоже скажу, что, наверное, плюсом для всех будет вот такое предварительное партийное голосование «Единая Россия». Это, наверное, актуализация будущих выборов, которые пройдут тоже в сентябре. Я не сильно считаю, что это очень неудобное время. Я тоже, как бы, согласен с многими, что осень для Кировской области, когда идет уборка, страда и так далее, такое удобное время. Март гораздо удобнее. Но и для того, чтобы информационно продвинуть вот эту тему, что будут выборы, приходите и отдайте свой голос, чтобы никто не говорил, что там кто-то, что-то, кем-то манипулирует. Приходите. Чем больше людей приходит, тем никто не может. Это гарантия своего рода от каких-то злоупотреблений с любой стороны. С любой. Соответственно, вот этот шаг предварительного партийного голосования – это один из этапов побуждения людей подумать. Что будет происходить в сентябре? Кто тот избранник, который будет готовиться к выборам, пойдет? Я думаю, что для населения это плюс. А с точки зрения количества участников, тех, кто примет участие в праймерис, возможно, вы уже слышали, кто-то отказался от своей партийной принадлежности, чтобы поучаствовать во внутрепартийных выборах? Не слышал. Нет, я не слышал. Честно говоря, там не сильно много еще на сайте зарегистрировано участников пока. Но это связано с тем, что Единая Россия усложнила для себя, прежде всего, работу нужно подать, принести ряд документов, свидетельства, образований, паспорт, информацию о своей декларации доходов с места работы. Ну, там, то есть, такая бюрократия, она присутствует, к сожалению, в партии власти, и многие пока еще не подали документы. А то, чтобы кто-то из других политической партий, вы имеете в виду, там, «Справедливая Россия» и прочие, вышли из партии, чтобы участвовать в праймерисе. Ну, возможно, не такие крупные, как «Справедливая Россия», может быть, это поменьше. Не слышал. Возможно, такое будет. Возможно, такое будет. Я, честно говоря, даже если бы был технологом избирательного процесса другой политической партии, наверное, бы попробовал пару-тройку своих кандидатов провести именно таким способом. Почему нет? Ради интересов. Да, конечно. Ну, пусть пробуют. Не только кричат, что «Ах, заранее», причем начинают кричать «Ах, все, не удалось». Мы опять проиграли, нас опять обманули. Единая Россия опять придумала какие-то правила, мы обманули. В УЗС внесли законопроект, который устанавливает дополнительные ограничения условий, мест и времени продажи алкоголя. Согласно пояснительной записке, предлагают не продавать алкоголь с 23 часов до 10 часов утра, то есть в помещениях, которые расположены на первых этажах жилых домов, а также встроены пристроенные помещения. С вашей точки зрения, это уже не перебор, потому что в этих проектах домов, когда эти многоэтажки строят, есть встроенные помещения, которые строители так или иначе планируют сдать, и люди туда заходят, бизнесмены, предприниматели. А сейчас, получается, это было круглосуточное заведение, а учитывая, что это бар, и с 23 до 10 утра нельзя продавать алкоголь, какой смысл? Тут чего далеко ходить-то? Перебор. Перебор. Перебор уже давно идет. По данному вопросу, я еще согласен был с действиями, помните, генерала Солодовника, который против рюмочных, где 2-3 столика, и эти рюмочные работали круглосуточно, такие забегаловки, да? Которые очевидно уже. Совершенно верно, да. Вот они это выпирало, да, это видно было, вот эта беда, она как бы существовала десятилетия. Ларьки, тоже согласен, потому что оборот вот этих фунфериков, там, через ларьки, он и шел, по сути дела, да? Они приспосабливаются на сегодня и работать начинают по-другому, но тем не менее, по крайней мере, какая-то реакция есть. Но усугубила ситуацию, наверное, уже даже тот законопроект, который принят был законодательным собранием ранее, ограничение места продажи, особенно это коснулось районы. По количеству метров вы имеете? Конечно, по количеству метров, потому что, ведь получается так, что райцентры особенно застраивались, они еще до этих придумок всех, да? И тоже райпо, который несет на себе еще и социальные функции, потому что только райпо продает в дальних точках, в дальних деревнях, потому что там нерентабельная продажа, они продолжают продавать, да? Это все. Конечно. И на сегодня вот эти объекты райпо, они исторически были рядом церковь тут, тут школа, тут рядом заведение райпо, причем отдельное заведение, которое было стандартно построено, подтиповое заведение, и мы запрещаем им торговать спиртным. А где люди будут тогда отмечать свои праздники, дни рождения, юбилеи, свадьбы и так далее? Мы вот это уже неправильно сделаем. А здесь вообще идет какое-то, до абсурда доводим ситуацию. Если вы сегодня посмотрите, у нас столовые, кафе, рестораны, они как раз и находятся вот в этих зонах, которые предложено запретить с 11 до 10 утра, не продавать спиртное. Где уже тогда вообще еще продавать? В магазинах уже нельзя. Нет, во-первых, когда возникает вопрос, а мы чего заводим людей-то для того, чтобы они пили в рабочее время, успевали до 11, а потом, как было в светлом прошлом, в самовары разливать водку, и мы заводим людей в тупиковую ситуацию. Вот этим заниматься абсолютно не нужно. Можно я еще уточню, в пояснительной записке тоже написано, что запрет обусловлен многочисленными обращениями граждан, проживающих в этих домах, то есть, я так понимаю, жалобы. Сейчас все можно обосновать участившимися жалобами. И вот я уже говорил, или у вас на передаче, либо в других комментариях, что сегодня многое, что проходит через законодательное собрание, через городскую думу, через думы районные, нужно просматривать через призму готовящихся к выбору. Потому что громкие заявления, какие-то чаяния людей, ссылка на то, что людям нужно отдыхать днем, или люди просят это, ко мне вышли люди с жалобами о том, о сём, это все есть определенная технология избирательная подготовка к выборам, актуализация конкретных личностей, либо конкретных политических партий и так далее. То есть, я ожидаю, что и дальнейшие заседания, законодательные собрания, инициативы, вот они будут изобиловать всякого рода такими громкими заявлениями, которые мы потом будем обсуждать с вами и поддерживать информационный фон данных заявлений в вашем эфире, либо где-то еще. То есть, это будет. Я не скажу, что это так актуально и так нужно сейчас именно. То есть, вы этот документ поддерживать не будете? Я нет. Потому что мы уже тут перебираем давно. Откатимся немного назад. Поступил вопрос от слушателей, от Нины Ивановны. Почему в рамках «Единой России» не ведется работа по выращиванию грамотных, сильных партийных руководителей? И вообще с руководителями различных предприятий, организаций, учреждений «Беда». Старые сильные кадры уходят, а кто придет им на смену? Не совсем согласен, наверное, с тем, что не ведется работа по выращиванию. Ведь вопрос становления партийного лидера, он не ограничивается, скажем, там, чтением каких-то лекций, семинаров, выталкиванием человека в публичные дискуссии и дальнейшие там депутаты. Это такой многоплановый процесс. То есть, если человек не стал депутатом, значит, что он не будет еще? Конечно нет. Конечно нет. Это такой серьезный рекрутинг идет, подбор людей, обучение есть. Кстати, «Единая Россия» проводит постоянное обучение. На сегодня это действует. Вот буквально до эфира мне позвонил руководитель школы помощника депутатов при «Единой России», попросили посчитать лекцию. Лекция касается имиджев кандидатов, подготовки имиджа кандидата. Ну, многоплановая такая лекция. Я согласился на, по-моему, не помню сейчас число какое, ну, десятое число. Мы согласовали, что я действительно проведу такую лекцию. Почитаю, если будет интересно, с ребятами встречусь еще не раз, рассказываю. Эти лекции идут. То есть, она работа-то идет. Тут ведь политика готовит сама жизнь. По сути дела, вот, политиков, которые на сегодня есть, вообще готовила КПСС. То есть, мы сегодня являемся такими последователями, наверное, светлого прошлого. То, что не зря говорят, какую бы вы партию большую не начинайте строить, что-то получается похожее на очень сильно на КПСС. Так оно и есть, на самом деле. Потому что, а откуда нам взять? У нас сегодня два пути. Либо это КПСС, там, да, и брать пример, или, по крайней мере, опыт оттуда. Либо это западные демократии, где многообразие политических форм, и мы можем тоже выбирать. Не все нам далеко, не все нам подходит. И вот некий, а еще есть Китай, да, который тоже очень сильно похож на нашу КПСС, но так достаточно грамотно на беде России, Советского Союза, да, там, модернизировался успел и прекрасно живет. Потому, а вообще, если Китай, там, восточную философию вспомнить, то все китайцы считают, что политиком может быть мужчина после 60 лет, когда... Мне кажется, в России это уже поздновато. Ну, не потому, что человек становится немощным, а просто у нас известно, что ведь мужчины не очень долго живут. Поэтому, если все политики у нас будут только после 60, это у нас адреса совсем не будет. Да, я согласен. Я же сказал, что это в Китае, причем это не сейчас, а древняя мудрость, что после 60, когда улягут человеческие страсти внутри человека, он может посредить себя служению государству, служению обществу, да. Ну, наверное, идея здравая в этом есть, но вместе с человеческими страстями у нас тут все углаживается. Он уже сидит и не в состоянии иногда там просто высказаться. Есть такое. Поэтому, конечно, надо готовить политиков. надо работать, давать возможности молодежи, пробовать себя. И у нас единственная проблема есть, конечно, когда с молодежью встречаемся, все говорят о законодательном собрании, да, то есть о каком-то парламентаризме, то есть участие себя в парламентарии. Тем не менее, они уже нацелены на законодательное собрание, правительство Кировской области, гордума Кировская. О районе никто не мечтает. Вот. В этом у нас проблема. Не то, что даже о районе. У нас еще есть муниципальная власть двухуровневая, да, значит, у нас главы поселений, у нас есть депутаты поселенческие, у нас есть депутаты районной думы, главы районов. То есть вот эти два уровня молодежь как-то она не видит. Не популяризированы, может быть. Ведь даже на своем примере я возьму, ну, вот я сегодня депутат законодательного собрания. Так я прошел этап депутата районной думы, я был депутатом районной думы в 97-м году, значит, выбран был депутатом Богородской районной думы. Эти этапы я проходил, знаю как-то. А вот они хотят сразу. Ну, наверное, не всегда правильно нужно пробовать себя. У нас, кстати, многие сегодня видные деятели в правительстве проходили муниципальную именно службу, да, там сегодня возьмем министра информации Зорина Александра Владимировича, он был главой поселения. Если возьмем Белеснева Романа Александровича, он был главой администрации района, он был до этого еще главой поселения. То есть вот эти этапы люди... По крайней мере, эти люди знают, как сделать что-то, когда у тебя нет денег и никаких условий. Эти этапы пройдены, и они черпают, может быть, свои знания из практики повседневной жизни муниципалитетов. Это очень важно, потому что иногда даже на уровне законодательного собрания предлагаются такие идеи, такие законодательные инициативы, которые просто слезами какими-то оборачиваются для муниципалов. Есть на сегодня федеральный закон, мы боремся же с коррупцией. Сегодня предписано всем декларировать свои доходы и расходы. Декларации должны заполнять все главы поселений и депутаты всех уровней поселений. У нас депутаты работают на безвозмездной основе и законодательных собраний, но и депутаты районной думы на безвозмездной, и депутаты поселенческой. Мне задают вопросы депутаты поселенческих дум. Если мы не будем декларировать свои доходы, что с нами будет? Разработали инструкцию, ну что будет? Тогда мы должны вас отрешить от власти депутата районной думы, депутата поселенческой думы. Они говорят, да слава богу, не хотите, не надо. И вот это большая проблема. Я понимаю, что сегодня декларирование это такой современный шаг, чем больше людей показывают свои доходы и расходы, те, которые действительно участвуют в управлении, обществом, государством, это правильно. Но сравнивать Московскую область... То есть нужно все равно действовать с поправкой на... И Кировскую область, да. Но мы добьемся до того, что у нас не будут главы поселений, а депутаты поселенческие думы декларировать. И скажут, да мы не пойдем больше, никакими депутатами мы не будем. Вынуждены прорвать у вас. Небольшая рекламная пауза, нас после продолжим. Особое мнение в эфире в студии Дарьи Топузлеева. И мой гость, я депутат областного ЗАГС Собрания, исполнительный директор Ассоциации Советно-Муниципальных Образований Кировской области Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, хотелось бы мне продолжить беседу немного в прежнем ключе, то есть по муниципалитетам. Но зайду с чего? С промпарком Гатских Полянок. То есть сейчас очень многих беспокоит вопрос о том, что он не окупает расходов на свое содержание. И люди задаются вопросом, почему бы не забросить эти огромные промышленные площадки, которые не используются, и не направить деньги в муниципалитеты. То есть туда, где, возможно, будут работать и фермеры, и пресловутые личные подсобные хозяйства. Особенно в свете того, что сельское хозяйство сейчас якобы, по крайней мере, развивается. Сразу скажу, что не являюсь таким экспертом в данной отрасли экономики, но тем не менее могу иметь свое мнение. И вот я вам скажу, во-первых, Россия вообще является страной такой проектной больше. То есть мы не живем поступательно, от одного к одному, плавно перетекая. У нас все двигается какими-то проектами. Придумали актуальный проект, который востребован, возможно, давай его реализовывать. Не закончился или закончился успешно, у нас уже в голове другой проект, мы деньги перебрасываем уже на какие-то другие проекты. На мой взгляд, нам в экономике от таких метаний проектных нужно все-таки отходить. Но теперь конкретно к промышленным паркам. Ведь данные проекты задумывались, когда Россия и Кировская область, динамика развития наблюдалась, в том числе и в экономике, и в местной экономике. Когда было... Но тем не менее проблемы начались, по-моему, с самого начала. Конечно. Когда дается на регулирование государству или там чиновникам, всегда вопрос об эффективности использования финансовых средств есть. Это никто не спорит об этом, говорит. Потому что у нас очень много надзорных органов на сегодня, наши КСП, они прежде всего над этими объектами смотрят, насколько эффективно. И все говорят, что вот тут неэффективно, а тут неэффективно, а тут неэффективно. Есть мнение, я вот тоже читал, и вы знаете, что обещается до конца 2016 года выйти на рентабельность по парку в авиарских полянах. Я сегодня по данному высказыванию возьму на контроль себе, посмотрю, действительно выйдут ли на рентабельность. Не знаю, рентабельно или нет. Тут завязано все и на общей экономической ситуации в мире, в стране. Потому что если на сегодня падение спроса на продукцию, покупательные способности в тех секторах, которые хотели заходить, предприниматели, которые хотели заходить на эти промышленные площадки, упадут, то нет резона им, наверное, сегодня заходить и тратить свои деньги для того, чтобы там оборудовать и выпускать какую-то продукцию. Если это конкурентный товар, я вот почему говорю, что я не совсем эксперт, я не знаю деталей, и потому судить так вот строго не могу. Но, тем не менее, надо все-таки посмотреть, что из этого будет. Деньги потрачены, нужно, чтобы эти деньги заработали. Вот сейчас там метаться и говорить, что, ах, извините, не получилось, не смогла я, не смогла. Это нельзя. Надо довести дело до конца и посмотреть, разобраться. По крайней мере, это будет урок нам на будущее. Ну, вот по вашим ощущениям, то есть, вот много есть дети по районам, вот люди, если бы у них были деньги, они бы начали заниматься тем же самым фермерством? То есть, если бы даже просто какое-то, какое-то, какое-то субсидирование было? Конечно, есть сегодня и в районах, и в городе Кирове достаточное количество людей, которым востребованы кредиты, долгие, дешевые кредиты от государства на развитие своего дела. Понятная, четкая позиция государства по малому предпринимательству, по малому бизнесу, особенно сельскохозяйственной отрасли, которая является заведомо у нас рисковой. не только по нахождению в не очень благоприятных климатических условиях и коротком периоде, когда вызревание там, да, но еще и по проблемам со сбытом. И чем меньше производитель, тем проблемы со сбытом или обработки земли, присутствие в этом хозяйстве высокотехнологической какой-то механизмов там, да, проблематично, конкурентность падает. Поэтому у нас, вот я вижу, что Министерство сельского хозяйства больше все равно ориентируется на крупных производителей. Я понимаю, почему это действительно дает ощутимый результат, вложения окупаются из крупных производителей, можно спросить. И быстрее гарантированно. И быстрее, да, гарантированно. Вот когда мы же проходили этапы фермерства, правда криво-косо, но мы проходили. Я думаю, что мы вернемся к вопросу самозанятости в сельской местности. У нас программы на сегодня есть, занятости в сельской местности, и не работают на сегодня. Это федеральная программа, областные программы. Я вижу, что они действительно востребованные работают. Увеличить количество финансовых ресурсов в эту отрасль необходимо. Но опять же, в данном случае не проектная бы работа нужна, дали сейчас, а системная работа с дешевыми кредитами. Вот здесь вот заключаются основы основ для развития. Нормальные кредиты дешевые, долгосрочные, гарантированные, они дают возможность людям развиваться, планировать свой бюджет, свое развитие на завтра, на послезавтра и так далее. Вот это важно. Следующий вопрос к вам, наверное, как к политтехнологу. Никита Белых стал крестным отцом ребенка, который родился буквально через полчаса после того, как его матери вручили знак «Семейная слава». Вот на ваш взгляд, это искреннее желание губернатора стать крестным отцом, ну, незнакомым по сути ребенка, или такой хитрый ход поднять политический рейтинг? Никита Юрьевич очень грамотный человек и хороший политтехнолог сам. Поднимать ему вот в этот промежуток времени какие-то рейтинги, собственно говоря, необходимости нет. Все, что нужно было... Вот это другой вопрос. Все, что нужно, уже произошло. Он избран на достаточно продолжительный пятилетний срок, ему еще 4 года руководить областью по закону. Он встретился с президентом, обозначил ему проблемы, возможности, заручился поддержкой. То есть, по сути дела, ему такой продвинутый пиар не нужен. А вот то, что само по себе случилось, вот сама ситуация, которая произошла, ведь, наверное, он не подбирал эту семью, которая тут не вызывала какие-то вурные эмоции у женщины, которая тут начала рожать, наверное, или, может быть, она в такой восторг, что увидела губернатора вживую, пришла, что у нее начались схватки родовые. Но, тем не менее, не использовать эту ситуацию для продолжения этой доброй истории, да, нельзя было, невозможно было. Он ее, как человек умный, использовал. Я считаю, что это и ему хорошо, и имиджево хорошо, наверное, этой семье хорошо, которая все-таки пятая ребенок. То есть, все остались в масле. Да, я думаю, что всем хорошо. Что в этом плохого-то? Замечательно. Еще немного о политике. В Кирове прошла акция памяти Бориса Немцова. Мероприятие местным активистам согласовали. Организаторов акции никто не крал, как, например, было в Красноярске, не избивал, как в Челябинске. У нас Киров более лоялен к представителям оппозиции или настолько инертен, что даже никто и не подумал о том, что можно что-то сорвать, как-то воспрепятствовать. Честно говоря, акция с количеством 50 человек, она внимания-то особо не заслуживает. Но она достаточно искусственно раскачана. Память об человеке, конечно, она важна. И есть люди, которые поддерживали и поддерживают, и лично его знали, как, допустим, тот же губернатор области. Кстати, не знаю, был ли он на этой акции поддержки. Но, тем не менее, ничего плохого в этом нет. Плохо, когда начинают имя человека по каждому поводу трясти. Это да, это не совсем хорошо. Наверное, можно перевернуться в гробу от таких затей. 50 человек – это немного. По сути дела, это характеризует именно активную прослойку остатков той либеральной интеллигенции, которая на сегодня готова выходить в Кировской области и заявлять о либеральных ценностях. К сожалению, говорю вам, к сожалению. Потому что в том числе и Борис Ефимович вклад сделал в то, что произошло такое, наверное, нивелирование вот этой идеи либерализма. Когда они все время не могли поделить, сегодня не могут поделить, кто у них самый главный, кто самый правильный. Я ведь на, скажем, заре своей политической карьеры был в партии «Яблоко». Наверное, знаете об этом. И мне довелось присутствовать на съезде партии «Яблоко». Я видел грустные глаза Явлинского, уважаемого и очень умного человека, на самом деле, хорошего экономиста, который в пятом часу ночи с грустью глядел на этих людей, собравшихся в зале, поддержка его, которым уже не важно было, по какому поводу они выступят, но важно было выйти к микрофонам, очереди стояли. И не в тему, не в попад, но сказать, что не самое главное, свое мнение. Вот он сидел вот так грустно, я смотрел на него и думал, да, человек сидит и думает, не смогу я на них положиться. Не смогу. Перед тем, как вы поздравите слушателей с 8 марта, у меня остался последний вопрос. Житель Новосибирска выиграл в лотерею 358 миллионов рублей, это для России рекорд. Вы бы что с такими деньгами сделали? Странный вопрос такой, не знаю бы, что сделать с деньгами, нашел бы, что сделать, наверное, чисто по-человечески, без всякого позерства. Я вам сказал, что у меня два сына, один 20 лет, другому еще 12 лет, наверное, я бы позаботился о том, чтобы мы, дети, не знали проблем с жильем, купил бы, наверное, квартиру одному и другому на всякий случай, наверное, бы что-то купил жене хорошее такое, о чем она мечтает. То есть все в семью? Ну да, если вы думаете, что я вот эти деньги на сегодня потрачу на благотворительность, у меня отношения сложные к благотворительности, сложные. В самом деле, особенно в Российской Федерации, корни благотворительности серьезные, и действия, которые осуществляются разной благотворительной организацией, не всегда мной поддерживаются. Нет, я как человек вам ответил, вы меня спросили, что бы я поделал, делал этим деньгами, которые бы выиграл, я прежде всего бы подумал, чем эти деньги могут помочь мне. Если бы вы начали говорить, что вы пустили их на благотворительность, Я бы, наверное, вам не очень поверила. Да, машину бы поменял, наверное. Ну, тогда переходим к поздравлению. Слушайте, вот я сейчас, у меня фантазии понеслись уже в голове. Слава Богу, что выигрыша у меня такого нет, потому что как только подумаешь, что нужно платить еще с этого выигрыша налог, это так сильно омрачает всегда. Мы же не подготовлены к тому, чтобы делиться и платить налоги. Денежку придется отдать. Ну, тогда к поздравлениям слушательниц. И вот, пользуясь самой главной, для чего я приходил сегодня на эфиры «Эхо Москвы», пользуясь случаем, я хотел бы всех наших девушек, женщин, самых красивых в Российской Федерации, наверное, вообще на земле, поздравить с наступающим праздником, днем 8 марта. Потому что наши женщины, они не только самые красивые, они самые умные, самые добрые, самые приятливые. Чтобы все женщины на земле, в нашей Кировской области, всегда оставались такие. И у всех было счастье. Это было поздравление от депутата областного законодательного собрания Андрея Лучинина. В студии работала Дарья Топузлиева. До встречи. Спасибо, до свидания.